Как я решила написать книгу? Никак. Дело в том, что в один прекрасный день или в одну прекрасную встречу в своей жизни, увидев человека, с которым я давно не встречалась, он мне сказал, «О, ты рассказываешь классные истории, давай ты их опубликуешь на одной из медийных площадок». И я это сделала. И оказалось, что да, людям интересны эти маленькие истории. А потом меня нашла мой редактор Аня, и я ей очень признательна, потому что благодаря ей появилась эта книга на свет. Благодаря тому, что она сумела меня мотивировать, заинтересовать, рассказать, как это интересно людям. И, наверное, она была права. О чем эта книга? Это книга о поисках счастья. Это книга о том, как мы за серыми буднями, стрессом, тревожностью иногда не видим простых жизненных радостей. Это книга о том, как мы бежим в погоне за счастьем, как тот маленький ослик, который бежит за морковкой, пытаясь ее ухватить каждый раз и бежит, но ничего не меняет в своей жизни. Так и мы порой бежим за какой-то немыслимой идеей счастья. Мы все время откладываем жизнь на потом. А нужно жить здесь и сейчас. И может быть, эта морковка уже давно в вашей руке, или может быть, она вообще не имеет никакого значения. И может быть, счастье оно здесь и сейчас, и рядом с вами. В этой книге собраны 39 уникальных историй из моей практики. Это все живые люди, которые на самом деле прошли этот тяжелый путь психотерапии. Она на самом деле нелегкая. Я всегда говорю о том, кто приходит на психотерапию. Но, во-первых, что вы очень смелые. Во-вторых, спасибо за доверие. А в-третьих, мы будем разбираться и будем становиться счастливыми. А что такое счастье? Счастье – это то, что живет у нас в голове. Мы можем быть сегодня счастливы, завтра несчастливы. И человек не может быть постоянно счастливым. Потому что счастье – это некий коктейль ваших гормонов радости. И он зависит от того, как вы умеете его распределять. Потому что абсолютно счастливый человек, люди, человеки, да, живут в комнатах, обитых матрасами, и едят вату из этих матрасов. Надеюсь, вы меня поняли. Поэтому счастье – оно каждый день есть в нашей жизни. Немножко или совсем чуть-чуть, или совсем много. Важно его увидеть и разглядеть. В этой книге есть техники, которые вам позволят посмотреть на себя со стороны. В ней есть техники, которые позволят вам, может, выбраться из абьюзивных отношений. В этой книге есть техники, которые позволяют вам развиваться. Даже если у вас нет времени прочитать эту книгу, купите ее. Потому что на ней она сделана с голубой обложкой. А голубой цвет он успокаивает, он вдохновляет. Он позволяет увидеть голубое небо, голубое море, если вы понимаете. Почувствовать умиротворение, свободу, ощущение счастья. Даже просто глядя на этот свет. Я желаю вам счастья. Я желаю найти себя. Я желаю вам найти своего психотерапевта. Я желаю вам получить удовольствие от прочтения этой книги. И спасибо, что выбрали ее. Спасибо. Спасибо.